Отчет Владимиру Путину утвержден. По поручению президента в МИАСе расселили аварийный дом. Авария с маршрутным такси. Пострадала беременная женщина. На месте погибших берез молодые дубы. Пенсионер из МИАСа воплотил мечту и высадил аллею у сада. Здравствуйте! В эфире «Время новостей» МИАС. С обзором событий вас познакомят мои коллеги и я, Валентин Ефимов. По поручению президента Российской Федерации в городе МИАС расселили аварийный дом. Жители Пушкина-10 переехали в Челябинскую новостройку. Отчет Владимиру Путину окончательно утвердили сегодня на заседании правительства области. Правительство области сегодня утвердило отчет главе государства. Поручение Владимира Путина расселить аварийный дом Пушкина-10 в южной части МИАСа выполнено. Об этом официально заявил заместитель губернатора Сергей Шаль. В полном объеме мы, это было переселение, там 9 человек, я уже говорил, с улицы Пушкина. Всех переселили, в том числе заявительницу. Также договор обмена подписан, правоосстановящие документы оформлены, поэтому полностью выполнили. Все жители аварийного дома получили квартиры в Челябинске, в жилом комплексе «Смоленский». Новоселье отметила и Евгения Феоктистова, которая обратилась с соответствующей просьбой к главе государства. Также в рамках программы переселения из аварийного жилья в новый микрорайон переехали жители Златоустовского городского округа, Картолинского, Миньярского, Карпачевского и Симского городских поселений, а также Ашинского, Сосновского, Увельского, Котов-Ивановского и Чебаркульского муниципальных районов. За пять лет реализации областной адресной программы переселения в городах и районах Челябинской области на Василии отпраздновали уже 12 тысяч человек. Бюджет программы составил более 6 миллиардов рублей. Часть из бюджета области, часть предоставил фонд содействия реформированию ЖКХ. Проблема, возникшая с наполнением водой разреза «Светлый», что расположен вблизи престанционного поселка Флюсовая, похоже, приобретает характер драматической истории. В центре противостояния здесь оказались жители престанционного поселка и горняки Тургаякского рудоуправления. Для жителей поселка разрез является не просто местом традиционного отдыха, но и противопожарным резервуаром воды на случай тушения пожаров и лесных возгораний вблизи поселения. А еще именно этот водоем поддерживает здесь уровень воды, как в частных, так и в общественных водозаборных скважинах. А вот горняки рудоуправления ровно этот же водоем считают причиной регулярного поступления воды в карьер, в котором уже больше семи десятилетий добывают металлургический известняк, который в качестве флюсов используют в своем производстве металлурги почти всей страны. И если горняки всеми силами стремятся осушить этот разрез или максимально снизить уровень его наполнения, перекрыв в него поступление воды через протоку из соседних разрезов, то вот для жителей эта протока единственный способ сохранить свой и так необходимый для них водоем. И вот вчера, при непосредственной помощи и поддержке депутата по своему округу и получив необходимое разрешение на проведение земельных работ, жители восстановили такую водную протоку к разрезу, и он вновь стал наполняться водой. Ну что, случилось то, что вы добивались? Ну то, что да, что мы добивались, что добивались жители поселка флюсовой. Вода – это стратегический запас. Но вот этим радостным для жителей событием история, скорее всего, не закончится. Свои ответные меры готовят и горняки. Подробности этой запутанной истории узнал наш корреспондент Михаил Тютёв. В завтрашнем выпуске мы покажем расширенный сюжет. Не пропустите. А сейчас к другим темам. Очередная авария в Миасе. На этот раз дорогу не поделили водитель легковушки и маршрутного такси. В результате аварии досталось помаленьку, но всем. Среди пострадавших оказалась беременная женщина. Ей понадобилась медицинская помощь. На перекрестке предзаводской площади стоит смятая легковушка. Водитель все еще в шоке. Рассказывает, ехал по правилам. Почему маршрутчик не вывернул руль и не затормозил – неясно. Посмотрите, расстояние метров 30, не меньше. Потом, вот где он меня ударил, правая полоса совсем свободная. Он доруль, где у него, б***ь, сидит, пассажиров возит людей. Но водитель маршрутки утверждает, что ехал на зеленый свет. В своей невиновности полностью уверен. Ведь, в конце концов, есть видео с регистратора, которое может только подтвердить это. Но если видео регистрация, какой скорость? Пускай поскорит тогда. Он говорит, что ножок нет. Кто прав, а кто виноват в ДТП? На видео с регистратора очевидца ясно видно, как водитель легкового автомобиля вылетает на перекресток, когда светофор уже переключился на красный. Скорость немалая. Водитель едет, даже не притормаживая. 15 августа 2017 года, около дома 6 по проспекту автозаводцев города Миаса, водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем Рено Дастер, на регулируемом перекрестке, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с маршрутным такси под управлением водителя 1974 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля ГАЗ 1987 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Пострадавшей оказалась беременная женщина, сидевшая на заднем сидении маршрутки. С подозрением на сотрясение мозга ее сразу же отправили в отделение неврологии. Данных за сотрясение нет, и больная отправлена на абуаторное лечение. В случае ухудшения с рекомендациями обратиться по месту жительства. Жизни ребенка ничего не угрожает, но сотрудники ГИБДД призывают не забывать того, чему учат еще в автошколах. Правила ПДД написаны кровью. Областной слет детских поисковых отрядов проходит в палаточном лагере на озере Тургаяк. 150 детей до 18 лет приехали в лагерь на соревнования. Они показывают, чему научились в экспедициях и применяют теорию на практике. С юными спасателями познакомилась Наталья Ходоковская. На старт! Внимание! Марш! Начался третий областной слет поисковых отрядов на территории палаточного лагеря. Подростки, которые бывали в экспедициях, делятся своим опытом и впечатлениями. Александр Лаврик пришел в патриотический клуб два года назад. Сейчас уже стал командиром своего поискового отряда. Он был в нескольких экспедициях, участвовал в раскопках останков девяти солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Мы увековечиваем память погибших при защите Отечества людей. Плюс у меня у самого пропал без вести прадед. Я вот его хочу сам найти, попытаться. Получится, нет, неизвестно. Для подобных экспедиций необходима хорошая выносливость. Поисковые отряды прочесывают площадь по несколько километров в день, изучая каждый метр. Сегодня на соревнованиях дети и подростки пробуют найти предметы с металлодетектором и щупом. Для тех, кто уже бывал на раскопках, эта задача несложная, а для новеньких – отличная практика, говорит судья соревнований Светлана Бодрова. Определить победителя на самом деле очень легко. В прохождении девяти этапов мы смотрим, выставляем штрафные баллы. И та команда, у которой окажется меньше всего штрафных баллов, соответственно, проходит тропу за меньшее количество времени и является победителем. Судьи очень строгие, не дают ребятам поблажек. На тропе ребят ждут этапы топографии, нахождение предметов, переправа по бревну, разжигание костра, транспортировка пострадавшего, оказание первой помощи и метание гранат. Рассказывает руководитель регионального отделения поискового движения России по Челябинской области Антон Шарпилов. Это все необходимо для воспитания юноши, подростки. Не только навыков вести поисковую работу, но и, так сказать, расширить их кругозор, быть специалистами широкого профиля. Соревнования проводятся с целью отбора команд лучших поисковых объединений, которые представят нашу область на военных слетах Федерально-Уральского округа к поиску готов. На этом слете команды будут награждены кубками и грамотами. Лучшая команда получит высшую награду. Это переходящее знамя поискового движения Челябинской области. Наталья Ходоковская, Андрей Назарукутовы. Вместо погибшей березовой рощи теперь растут юные дубки. Садовод из Смородинки-2 подарил внукам и соседям самый настоящий парк. Хорошие новости в завершении нашего выпуска смотрите прямо сейчас. Я обычно когда ухожу, что дверь не отворялась сама. Вот такое приспособление. Все лето садовод проводит на своем участке. Живет в дачке, в окружении природы. Несколько лет назад возникла идея организовать собственный парк. Вот одно время были червячки, они съели все березы, они упали. Мы их на дрова распилили и вот я решил посадить деревья. Молодые березки и сосенки взял с заброшенного участка, где природа уже взяла верх. А вот молодые дубки садоводу презентовал родственник. Посадив подаренные желуди, Владимир не до конца верил, что они приживутся. Даже сейчас за ними приходится ухаживать как за детьми. Каждый куст огорожен и регулярно проливается специальной подкормкой. Через несколько лет это будет настоящий парк смешанного типа. Более 50 дубов и около 15 сосен будут окружены березовой рощей. Когда лес, березы упали, мы решили в северную сторону закрыть лесом. Ну вот, если я один доживу, значит дети доживут, будут пользоваться. Есть здесь и футбольное поле. Соседские мальчишки частенько гоняют мяч с Владимиром Александровичем. Поле садовод-любитель также организовал своими руками. Располагается это место на самом отшибе садового товарищества «Самородинка-2». Люди здесь держатся дружно. Здравствуйте, Владимир Александрович. Соседи по саду поддерживают инициативу Помыкалова и всячески помогают. Ведь, чтобы вырастить дубовую рощу, необходима поддержка каждого. Березы, сосны. Ну, чтобы дубы вырастить, у нас на Урале, где они, в общем-то, практически не растут, и за ними, чтобы их вырастить, нужен такой уход. Вот он с ними, как с малыми детьми, нянчится. Садовод замечает, юные дубки растут так же быстро, как внуки. Одни гоняя мяч в будущие рощи, другие крепнут с каждым днем под звонкий детский смех. Владимиру Помыкалову в этом месяце исполняется 81 год. Давняя мечта подарить будущему поколению дубовую рощу у садовода сбылась. Валентин Ефимов, Юрий Карпов, ОТВ У меня на сегодня все. Наши сюжеты доступны на сайте 1обл.ру, а также в группе ВКонтакте телевидения МИАСА. Предложить свою тему для сюжетов можно по телефону 25 00 55. Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова